Роллс Ройс, это как бы Роллс Ройс, это БМВ, а я возле Мерседеса, чего? Это новый видос, ставь лайк и мы начинаем. Как я и говорил, мы возле автосалона Мерседес Бэнс на Роллс Ройсе. Да, подъезжаем, даже знак паркинга есть, ничего себе, даже его никогда не обращал внимания. Вероника, привет, она меня спрашивала, я снимаю ли или нет, уже снимаю, я не знаю, это девочка или нет, если это девочка, давайте наберем 20 лайков, и мы пойдем в Дискорд и выясним, это девочка или мальчик, если она пойдет, либо скажет, что у меня нету микрофон поломался, ну стандартная схема, понимаете, да? Так, Владос дрифтит, ооо, адмиры докатились, Владос дрифтит, Зара, то что сказал так про Владоса, сейчас мне будут в комментариях писать, я вам зажрался, я вам ничего, света да и тп. Короче, я хотел купить давно очень интересную тачку в салоне Мерседес Бэнс, Даймер, я бы сказал, Бэнс, ну ладно, это не Цэшка, и не С-класска, и не Ешка. С-класска, блядь, С-класса, ну конечно. Короче, эту тачку я ненавидел, я не понимал, как, блядь, можно ее было купить, вот как можно было, блядь, такой уродливый дизайн создать. Но что-то в последнее время я передумал, как и насчет вот этой джетишки, так и насчет гелика, я считал его пипец каким уродливым, но потом присмотревшись к нему, он мне понравился. И так же эта джетишка, я конечно не спорю, что вот эта джетишка прям пипец, насколько лучше и охуеннейше выглядит, чем эта, но Эвен откатался на новой и решил покататься на старой. И мы сейчас будем покупать МГГТС, кстати. Я подготовился к этому ролику, давайте купим, 14,5 миллионов, ушло просто, и никогда не подумал, что я куплю такое говно просто еще с автосалона. Номера Эва, ну такое, сейчас бы МГГТ в цвете Майами Блу от Порша, если кто не знал, вот такой Порш Майами Блу вроде называется. Поехали, я вам расскажу. Я к этому ролику подготовился, впервые МГГТ был представлен в апреле 2014 года, а уже МГГТС был представлен в сентябре 2014 года. Это у нас МГГТС, что это означает, это более заряженная версия, если МГГТ обычный, это 462 лошадиных силы, то у нас МГГТС это уже 612 вроде, а не, фу, блядь, какой 600, 510 лошадей, в обычной 462. А мы сейчас будем его делать МГГТ-Р, это уже трековый, более такой уже прям охуенный, можно сказать, типа рестайлинг, там решетка не такая, как в этого. Это там уже 585 лошадиных сил и 700 крутящего. Ну, V8, стандартный, 3.6 до сотки пишет, а у других писала сайтах МГГТС пишет 3.7, 3.6, 70-ступенчатый автомат, прямой конкурент, это Порш 911, и такое. Короче, я все, да, с информативной частью покончено, теперь можем к обычной части перейти. Давайте пункт оберных знаков, так как я не катаюсь на БВМ330, ее никто не покупает, я меняю номер, это уже 600 тысяч, это уже 15 миллионов. Ой, бля, хомуха, как, ну и как х228, но смотрится. Я просто, вот, кстати, здесь решетка-то от GTR, а шеледики от, а, шеледики от GTR, а, а, я думал, что у нас GTS, но нет, GTS, аж этот, морда не такая. Я еще не видел, пацаны, тюнинг, какой здесь есть, но я надеюсь, там не по лимону, если по лимону, то это вообще будет тотал. Спаль... Четыреста... Пятьсот... Пятьсот... Первый. Дай боже тебе здоровья, этот Александр Безугл, который придумал... Я сейчас не просто не прикалываюсь, потому что я хотел именно этот спойлер, я думал, он сейчас будет стоить, ну, около ста тысяч, как здесь. Но здесь стоит такой утиный хвостик за 400, Доктейл, вот такой вот, такая вот лавка, но нет, я не буду ставить, я поставлю вот такой вот спойлер. Он, кстати, у нас еще на смотри на GTS, AMG GTS, не GTS, а как там, AMG GT 4 Door, вот этот, короче, новый. Да, расширение арк 200, это нас добавляется внизу, не буду ставить, второе, это расширение немножечко и... Мм, да. Расширение, нет, расширение не буду ставить, мне не нравится, это колхоз, как я считаю. Передний бампер, но сейчас мы будем делать его у GT и GTS, вот, вот этот GT, не, ну это, вот, если честно, уже AMG GTR, вот этот, вот, как будто немного современней, потому что смотришь на этот морду и просто стал... Сталый, сталый, называется, долго видосы не записывал, старый, AMG SLR вот этот, вот прям очень на него, еще на чайку немного, вот так, если посмотришь, смахивает на чайку немножечко. Так, нет, четвертый. Не, ну колхоз, блин, вот это чего они поделали, вот это бред какой-то. Нет, 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 мне так уйдет, задний бампер. Задний, диффузор, да нет, 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 я газон стричь не собираю. Ну, в принципе, тюнинг, что, поставили лавку за 0 рублей, я думаю, нормально. Диски. Forever, а мне... или кто это? Да, Forever, мне показалось, что это Ferrari. Короче, едем на покраску и на тренировку. Тренировку. В принципе, за 0 рублей чисто полку поставили, и нормально. Так, 60, 80, 100. Все идеально. Так, синон у нас будет такой. Сейчас едем его просто перекрашивать с этого блеводского просто цвета. Потому что он мне вообще не нравится. Голубой, блин, AMG GT. Видите, кто такого додумался? Чисто для меня это желтый AMG GT S или зеленый AMG GT R. Ну, зеленый он лучше смотрится. Ну, белый, еще белый. А вот остальные цвета мне что-то не очень. Ну, это, конечно, как всегда. Я сейчас скажу, что не очень-очень. То заеду в покрасочную, мне понравятся тупо все цвета. Да. Черный. Давайте посмотрим сразу все цвета. Я буду его красить в зеленый. Ну, черный. Такое. Ну, в принципе, съедобно. Белый. Тоже неплохо, но нет. У меня будет такой... У них есть такой кислотный. Ну, нет, не такой он. Более темный. Вот что-то такое. Вот мат... Вот мат идет ему, да? Нет, металли. Виталик она сейчас. Вот где-то вот такого цвета. И мне кажется, идеал. Я думаю, идеал. Все, красим. Вот зеленый. Он топ. Вот просто... Конечно... Вот сейчас смотрю, немножечко такое себе. Капот хоть открывается. Что себе, даже смотрю, протекстурило. Конечно, это еще очень-очень старые модельки. Еще на CCD эти модельки с 2000... Ко... С 16-го года. Вот так вот. Для превью и написать. Мерседес опять поломался. И будет нормально. Я просто откупил его за 15 миллионов в салон. За 14 с половиной. А на бон стоял за 12 лимонов. Какой... Ой, зачем я сюда за 5 заехал? Бля. Перепутал. 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 Мы заезжаем в диски. Но диски, если честно, я менять не особо хочу. Вот эти прям сюда идеально подходят. Давайте посмотрим, что в принципе сюда идет. С полкой нет. А я знаю, какие сюда можно влепить. Бомбэш. Нет. Васяны, Васяны. Да, сейчас вспомню Глараса. Васяны, кстати, сюда, да, нормально подойдут. Только мне опять... Вот эти Васяны, 18-ые, думаю, нормально подойдут. Но я хочу поставить... Можете, Васяны поставлю. Я вот эти вспомнил диски. Сейчас их только найду, я вам покажу. Вот интересно, что лучше будет, они или Васяны. 34-ый, либо какие, я забыл. Либо 18-ый. Не, ну Васяны мне что-то больше нравятся. Че, пацаны, покупаем 405 тысяч. Бриджстон. Нет, может какую-то другую резину. Вот такую вот хотя бы. Давайте Тойя Тайрос. У тебя 40 тысяч за просто шильди какой-то. Вот этот мне больше нравится. 440. Ну че-то меня прям изолента. О-о-о-о. Левое окно, вот смотрите, каким она дает. И правое окно. Как будто две разные текстурки на них. Видите, в чем прикол? Недоработка, недоработка. Давайте разгоним ее на 80-ом бензине, посмотрим, сколько она вообще едет. 400. 400. Ой-ой-ой-ой, я же забыл, не на связи играю. 400, так, 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 так. 401, я бы сказал. Но это на 80-ом. А если поставить, по идее, другую чуповку, залить хороший бензин. То есть 98-ой. Сказал, хороший залил 98-ой. То она будет ехать 415. Все бак у нас на 75 литров. Так, второй раз мы здесь. И я вот думаю, красить диски в черный или не красить. Вот. Просто проголосуйте. Мне кажется, что... Конечно, у нас есть много деталей черных. Вот спойлер, диффузор, бампер, вот эти ноздри. Это не ноздри, это... Не знаю, как можно их описать. Ну, короче, на бампере такие воздуховоды, они тоже черные. И под диски черные, они смотрятся. Крешто резину, то, что я сделал той, она не очень смотрится. Вот так, с черным или с белым? Или с серым? Не с серым, это, конечно, пипец. Вот черный. Я вот думаю, их все-таки покрасить черной. Что думаете? Пишите в комментариях. А я вот сейчас буду думать. Короче, покрашу их в черный. Потому что это более целостно смотрится, чем с белыми. Хотя белые на контрасте все равно лучше. Не люблю черные диски, ну ладно. Красим еще диски за 50 тысяч. Итого, она встала... Мы еще чиповку даже не поменяли, ну ладно. Встала в 50 тысяч диски. Покраска. 440 тысяч диски с резиной. Это уже 490. 490. Плюс номер это 600. Это уже лям 90. Тонировка это... Ну еще где-то лям 200. Все вместе. Лям 200. И спойлер бесплатно. И в принципе, мы больше ничего не стали. Ну покраска. Это еще 100 тысяч. Это лям 300. Вроде мы на... А, еще и на бензин. Ну ладно. Лям 300. И тачка. 14 с половиной. И там тачка вышла в 15 800. Ну в 16 миллионов почти. Есть у меня еще такой вот чип здесь интересный. Конечно, я бы оставил лучше этот. По типу этого. Но есть у меня еще прикольный. Такой, как я хотел. Это называется типа... Ну у меня на Ешке он стоит. Я его мне, конечно, не показывал. Сейчас я вам покажу. Не зацепиться комфорт. Вот он как у меня подписан. Так, 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 так. Выезжаем. Вот. Все не цепляется. Не цепляется. Боком идет. Можно пятаки крутить на нем. Вот. А потом, если надо, он цепился. И поехал себе спокойно. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Пишите, что бы вы хотели изменить. Что добавить. Как вам такой GTR. Пишите в комментариях, что записать. Вот. Ну и с вами был Эван. Всем желаю хорошего дня. А вот сказал хорошего дня. Хотя играю вечером. Хотя видос выйдет утром. Ладно. Короче, всем хорошего дня. Всем удачи. И всем пока.